Здравствуйте! Послание к Римлянам 3 глава очень ясно описывает нам о прощении грехов. Сегодня многие люди читают послание к Римлянам. Нужно всего лишь досчитать до послания к Римлянам, и все смогут понять эту истину. Но, к сожалению, хотя они читают это слово, однако многие люди верят в Господа Бога независимо от того, что говорит нам слово. Когда я не знал это слово и ходил в пресвекторианскую церковь, мне кажется, я несколько раз прочитал это же слово. Но читая много раз Писание, я даже не пытался понять, что хочет сказать нам Писание. Сейчас я думаю, как такое могло быть? Знаете, я не мог поверить слово. Однажды в Тегу я проводил библейский семинар, и пришел ко мне один журналист из газеты Тегу. Он говорит, пастор, можете немножко пообщаться со мною? Я сказал, конечно. И мы начали общаться. Он задал мне вопрос. Пастор, скажите, в чем различие между вашей церковью и другими церквями? Я сказал, как я могу на этот вопрос ответить коротко? Но он сказал, ну все равно можете рассказать? Я подумал, это очень сложный вопрос. Но потом я спросил у него. Вы когда-нибудь слышали о том, что Иисус Христос умер на кресте? Он говорит, конечно, я не хожу в церковь, но я знаю об этом. Я спросил, а почему он умер? Ну, говорят, что он умер за наши грехи, якобы. Я сказал, наверное, вы журналист, поэтому вы точно говорите. Конечно, трудно сказать одним словом различия нашими церкви. Вроде бы и они верят в Иисуса, и мы верим в Иисуса. Иисус Христос умер на кресте, проливая кровь. И мы говорим, что в смерти Иисуса наши грехи были омыты. А другие церкви говорят, что хотя Иисус умер на кресте, но у них остались грехи. Вот в чем наше различие. Журналист удивился и переспросил меня. Пастор, так получается, они ходят в церковь и говорят, что они грешники? Я сказал, вы спросите у ваших знакомых. Я сказал, по-моему, вы не верите в меня. Я же поэтому вам говорю. Правда так может быть? Я сказал, вы переспросите у ваших знакомых. Тогда он у меня спросил, пастор, тогда во что они верят? Я сказал, не знаю даже. Но это есть разница между нашими церквями. Я с детства ходил в церковь. Много раз слышал о том, что Иисус умер на кресте за наши грехи. Я пел гимны, где были слова «Слезами я не могу очистить грех». Пока до 19 лет я ходил в церковь, я ни разу не встретил человека, даже пастора, который бы говорил, что его грехи омыты. Потом он сказал, что вернулся домой и спросил у своих знакомых верующих. Он спросил, вы же ходите в церковь? А у вас есть грех? И ему на это сказали, конечно. Тогда он переспросил, а Иисус не очистил грех? А ему сказали, очистил. «Но тогда разве вы грешник?» «Но мы же согрешаем, поэтому мы грешники». Он был очень сильно удивлен. На следующий день принесли газету с интервью со мною. Вся страница газеты была заполнена мною. Но, к сожалению, не было больше возможности передать ему слово. Но что важно, когда я читал Библию, есть многие вещи в Библии, которые порой мы не понимаем нашим умом. А здесь, в Кримленном 3 главе 23 стихе написано, «Все согрешили лишенной славой Божией». Но если посмотреть 24 стих, написано, «Получай оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Поскольку Иисус Христос, Он роднокрестит за нас и искупил нас. Здесь написано, что «по благодати Божией даром мы получили оправдание». Библия говорит нам это слово. Но сегодня, если по этим многие церкви, многие люди называют себя грешниками, и практически невозможно найти людей, которые сказали бы, что они оправданы. Из-за того, что мы так проповедуем, говорят, что мы ересь говорим. Но ведь на самом деле Библия говорит, что мы оправданы. «Тогда почему же мы должны даже называть себя грешником?» На протяжении 10 лет я работал в тюрьме города Тэджон и Суон. И за эти 10 лет я общался с многими людьми, у которых была серьезная проблема. И когда я в тюрьме вместе с заключенными изучал Библию, сначала я не знал о них хорошо. Однажды я в тюрьме встретил заключенного, который был очень добрым по характеру. И мне стало очень любопытно. Интересно, за что же его отправили в колонию? Потому что он был самым добрым человеком среди всех, кого я встречал. Я думал, какое же преступление он совершил. Но в тюрьме не принято спрашивать, за что посадили. Но мне стало очень любопытно. Потому что он был очень добрым. Я спросил, брат, скажите, за что вас посадили? На самом деле, это очень невежливо. Знаете, брат вдруг покраснел. И тихо-тихо сказал. Пастор, за убийство и попытку убийства. Я спросил, вы что, убили человека? Вы подобный человек, который даже муху не обидит. Но знаете, люди очень плохо знают себя. Может, в глазах человека кажутся все обычными. Но в зависимости от сердца его, человек может очень сильно измениться. Хотя одинаковые люди. Знаете, если бросить пенопласт в реку, оно будет ведь плавать. Правильно? А человек, который не умеет плавать, он уже начинает тонуть. Правильно? То есть, люди отличаются. Вроде бы одинаковый человек. Читая одинаковую книгу, которая называется Библия. Говорят совсем разные вещи. Есть люди, которые говорят, что Иисус умер на крысе, и мы стали праведными. Есть люди, которые говорят, что Иисус умер на крысе за нас, но у нас много греха, поэтому мы грешники. На самом деле, в других областях подобного нет. Но что касается церкви, есть особенность. Особенность в том, что хотя Иисус умер за всех одинаково, но есть люди, которые получили прощение грехов в крови Иисуса Христа, и есть те, которые продолжают называть себя грешником, хотя Иисус умер на крысе. Скажите, как в церкви может быть такое разделение? Работая 10 лет в тюрьме, я встретил многих заключенных. Люди, которых поймали за воровство. Знаете, как они совершают воровство? Они уверены, что за такой способ воровства они не попадутся. Они уверены, что они не попадутся полиции. Ну, ведь никто не может же гарантировать. Порой можно сделать очень хорошее преступление, но и даже попасться при этом полиции. Но люди обманываются этой мыслью. Люди, которые совершили плохое, если бы они знали, что они попадутся, разве они будут совершать преступление? Если хотя бы человек подумает, что я могу попасться, тогда воровство уменьшится много раз. Но человек, который хочет своровать, когда появляется желание воровать, хотя появляется мысль о том, что он может попасть, он выбрасывает эту мысль. И наивно думает, что он не попадется полиции. То же самое касается людей, которые играют в азартные игры. Знаете, те, которые играют на автоматах, им кажется, что вот они выиграют деньги. Им кажется, вот я точно сорву большой куш. Я точно выиграю. У них появляется подобная мысль. Но когда они убирают мысль о том, что они могут проиграть, они играют в азартные игры, проигрывают деньги, но им снова кажется, что они выиграют. Теряют, потом снова играют. И постоянно вот эта мысль, что они выиграют, постоянно ведет их за собою. Женщина была взята во время прелюбодеяния. Она знала, что за прелюбодеянием побьют камнями. Но скажите, а почему она прелюбодействовала? Если есть вероятность, что ее обнаружат, она не будет прелюбодействовать. Даже если есть большое желание. Если она думает, что ее побьют камнями, она не будет прелюбодействовать. Но что ее обмануло? Если я вот так, вот так сделаю, никто об этом не узнает. Люди, которые играют в азартные игры. Если, например, считают, что вероятность победить 50% и проиграть 50%. Ведь люди хотят выиграть деньги, никто не хочет терять деньги. И поэтому люди, которые хотят выиграть деньги, они думают, что они обязательно выиграют, а не потеряют. поэтому люди играют в азартные игры. Человек, который трезво размышляет, он не будет играть. Только люди, которые следуют за своими мыслями, будут играть в азартные игры. Когда я получил спасение, я был очень удивлен. Удивлен был, когда увидел, что заключенные верят, что они своруют, и никто не узнает. И тот, который кладет эти мысли, это злой дух. Злой дух обманывает их. И знаете, какая у них душа появляется? Я сворую, никто не узнает. Я буду прелюбодействовать, никто не узнает. Женщина знает, что за прелюбодеяние побьют камнями. Но даже если есть 20%, что ее обнаружат, тогда она не станет прелюбодействовать. Люди совершают преступления, потому что мысли, что они не попадутся, появляются в их сердце. И тот, который действует на сердцах людей, это злой дух. Злой дух имеет силу давать вам любые мысли, чтобы вести вас. Например, я приведу пример. В Кремляном 3 главе 23 стихе написано, «Потому что все согрешили и лишены славой Божией». Да, все согрешили и лишены славой Божией. Когда мы читаем это слово, нам кажется, «Ой, из-за этого я попаду в ад, как же печально». Но 24 стих нам говорит, «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Подумаем над этим словом. «Искуплением во Христе Иисусе» «Поблагодать Его, получая оправдание даром». Это слово говорит, что мы оправданы. Давайте посмотрим вместе, 23 и 24 стих. 23 стих говорит, что мы точно согрешили, и мы грешники. А 24 стих говорит, что Иисус Христос умер на кресте и искупил нас. И хотя мы ничего не сделали, мы получили оправдание. Давайте я вам задам вопрос. Грешнику Сказать «ты грешник» или сказать «ты праведник» Какое слово будет звучать ему громче? Что будет ему больше нравиться? Скажите, человек играл в азартные игры и проиграл деньги. Он хочет потерять деньги или хочет выиграть? Мы ведь ходим в церковь, чтобы через Иисуса стать праведными. Но 23 стих говорит, что мы грешники. А что говорит 24 стих? Говорит, что мы получили оправдание, что наши грехи омыты, что мы искуплены. Тогда какое слово должно больше нравиться нашему сердцу? Скажите, какое слово? 23 стих или 24 стих? 23 стих или 24 стих? Конечно, 24 стих больше будет нравиться ведь. Верно? Почему? Потому что мы хотим получить прощение грехов. Ничего себе! Мои грехи омыты! Ура! Вот что нам хочется услышать. Но что удивительно, люди... Однажды я был в Эфиопии. Мне позвонили. Я не знаю, как один профессор узнал мой номер, но он позвонил мне и говорит следующее. «Пастор, от моего города до вас ехать 8 часов на машине. Но, пастор, я хочу с вами встретиться. Пастор, если вы действительно выделите время, я пойду к вам. Если же я не смогу встретиться с вами, то туда-обратно мне нужно ехать 16 часов. Поэтому можете пообещать, что встретитесь со мною?» Я сказал, «Конечно, приезжайте». И он приехал. Он 8 часов ехал, чтобы со мной встретиться. В тот день я сказал ему, «Пожалуйста, прочитайте Кремленам 3 главу 23 сих». И он говорит, «Ой, пастор, это слово я знаю даже наизусть». Я сказал, «О, правда?» И он прочитал. «Потому что все согрешили лишенной славы Божией». Потом я сказал, «Прочитайте 24 стих». Он смотрит 24 стих и смотрит. И он прочитал. Я спрашиваю, «Что там написано?» И он говорит, «Надо усердно молиться, чтобы очистить грех». Он же не тот, который не знает буквы. Он не глупый человек. Он ректор университета. Но так он не ответил. «Если усердно молиться, тогда простятся грехи». Я сказал, «Внимательно прочитайте слово». Он хочет получить прощение грехов. Поскольку он хочет получить прощение грехов, чем 23 стих, 24 стих может дать больше радости и надежду ему. Но он говорит, «Я хорошо знаю 23 стих». И затем сразу идет 24 стих, где написано, «Получая оправдание даром». Здоровый человек, он скажет, «Я грешник. Я могу идти в ад. Я должен получить прощение грехов». И ему будет очень жалко. Но потом скажет, «О, что это?» «Написано, что мои грехи уже омыты». «Это правда? Я оправдан?» «Это истинно?» «Да, Библия говорит, что я прощен уже». «Так ведь должен радоваться, нет?» «Так ведь должно быть». «Да, верно, так должно быть». «Совершенно верно». Такая должна быть реакция. Но... Хотя 24 стих находится совсем рядом. Люди учат наизусть 23 стих, а 24 стих хотя читают, но не могут понять истину этого слова. Почему же так происходит? Почему многие люди они плачут, чтобы Бог просил им грехи? Но почему же они не знают, что их грехи уже омыты? Почему они только знают, что у них есть грех? Потому что злой дух, он действует в наших сердцах. И разрушает, чтобы мы не могли трезво воспринимать Слово. Сатана действует, чтобы мы фильтровали мыслями Слово Бога. Если в вас будет действовать Дух Святой, в Кремленном 23 стихе написано, что мы грешники. И чтобы избавить нас от греха, Бог передал наши грехи Иисусу. И через то, что Иисус умер на кресте за нас, истинно говорит, что наши грехи омыты. И это истина среди 66 книг Библии. Ясней всего написано Кремленном 3 главе 24 стихе. Я преувеличиваю разве? Нет. Нет. Нет, я не. Однако, люди плачут, чтобы получить прощение грехов, но не принимают Слово Божие, которое говорит, что Бог просил наши грехи. Они принимают только Слово, которое говорит, что мы грешники. В 23 стихе говорится, что мы грешники. Но для чего это говорится? Чтобы показать, что хотя мы были грешниками, но стали праведными. Чтобы сказать, что мы осветились, омылись, оправдались, Бог говорит, что мы были грешниками. Другими словами, грешник – это всего лишь водная часть. Если мы принимаем эту истину, мы скажем «Аллилуйя, я оправдан!» Вот такая будет реакция. Но что удивительно, многие люди знают 23 стих. Даже профессор наизусть знал 23 стих. Рядом находится 24 стих. Но читая Слово даже, он называет себя грешником. Почему так? Потому что Сатана так искусил его. Иначе нет другого объяснения. Хотя образованное умеем читать, но читая и желая получить прощение грехов, читая о том, что Бог очистил наши грехи, принимать, что еще мы грешники. Это делает дьявол. И чтобы освободить нас от этого, Он очистил наш грех. И чтобы мы познали, что наши грехи уже омыты. Бог очень ясно через искупление во Христе Иисусе по благодати Божией даром получили оправдание, говорит нам Слово. Разве можно как-то ясно сказать нам, что мы уже искуплены? Однако люди пропускают мимо себя это Слово. И только принимают Слово, где написано, все все грешили и лишены Словой Божией, просят, чтобы Бог просил их грехи. Я очень часто рассказываю одну историю. В 2012 году я встретился с президентом Джон Атамильс из Ганны. Господин Джон Атамильс перед тем, как умереть, он совершил большие дела. Господин Джон Атамильс, он был известен тем, что у него была хорошая вера перед Богом. Он практически не пропускал воскресственные собрания. Когда я поехал в Ганну, меня пригласили главным спикером в международный лагерь. Помню, я тогда еле-еле успел на рейс и прилетел полдвенадцатого. Два тридцать было запланировано мероприятие. И мы прошли паспортный контроль, потом приехали на место первого издания мероприятия, потом я переделся и еле-еле успел. И даже не успел умыться. Но потом я сел на свое место. Но в тот день участвовала на нашем мероприятии жена президента, и она передавала пресветственное слово. Обычно жена президента, они очень занятые, поэтому не могут участвовать полностью. И они передают свое слово, потом уезжают сразу. Но в тот день первая леди, она села на свое место после своего слова. И поскольку я главный спикер, она села рядом со мною. Она села на свое место. Наше мероприятие длилось три часа, и она сидела до конца. Но я был немножко занят. Поэтому я про себя думал, может, когда гости уедут, я переоденусь быстро и приму душ. Но поскольку я должен был находиться рядом с нею. Мы начали с ней беседовать, и она сказала мне, «Пастор, президент сейчас себя плохо чувствует. Вы бы не могли за него помолиться?» Я сказал, «Конечно, могу». Она спросила у меня, «Скажите, а президент должен сюда приехать?» Я сказал, «Конечно, нет». «Я себя хорошо чувствую, я могу поехать к нему». «Вот как». Тогда я спрошу у него и перезвоню вам. Она вернулась и позвонила нам сразу. Нам сказали, что в 9 утра следующего дня привезут машину. Я приготовил двух солисток из хора Грачас. Я сказал, «Приготовьте два произведения». Мы готовились. Мы готовились. Где-то в 9.17. Три автомобиля и две полицейских мотоцикла приехали за нами. Я представил солисток из хора Грачас. В машину первой летии сели две солисток из хора Грачас и водитель, и машина была заполнена. Во вторую машину я сел и мой переводчик и пастор Ганны. В третьей машине ехали телохранители. И мы ехали по городу. Знаете, оказывается, у них нет ограничений скорости. И так я встретился с президентом Ганной. Перед тем, как умереть, господин Джона Томильс, он совершил драгоценное дело. Он открыл путь, чтобы людям, которые занимают такую же должность, как он, могли услышать Евангелие. Сначала две наши сестры спели местную песню. Господин президент, он сидел на стуле и подпевал нашим сестрам. Потом мы сели друг против друга. Господин президент сказал мне, он сказал следующее. Мой врач уже давно лечит меня. Но мне кажется, он не может найти причину болезни. Потому что мое состояние только ухудшается. Но сегодня утром, когда я вставал, я подумал, что у меня осталось максимум пять дней. Умереть для меня не проблема. Хотя в Гане признают, что у меня хорошая вера перед Богом. Но я не получил прощения грехов, поэтому мне страшно. Господин президент сказал, что он грешник. Он был моим ровесником. Я не спросил, когда у него день рождения, поэтому не знаю, кто старше. Но я сказал господину президенту. Господин президент, откуда вы узнали, что вы грешник? Он сказал, но я же согрешил, поэтому я грешник, разве нет? Тогда я ему ответил, господин президент, это не так. Он был в изумлении. Я сказал, в какой стране преступник сам себя приговаривает? Ведь в Гане тоже человек, который совершил преступление, он же не приговаривает себя, например, лишение свободы на три года. И он согласился со мною. Затем я задал вопрос ему. Господин президент, вы когда-нибудь видели приговор по поводу вас? Он был в изумлении. И спросил, есть приговор по поводу моего греха? Я сказал, да, конечно. Вы когда-нибудь его видели? Он сказал, нет. А где оно? Я сказал, написано в Библии. Хотите, я вам покажу? Он сказал, да, конечно. И я прочитал Кремленом 3 главу 23-24 стихи. Однажды я общался с адвокатом и передавал это слово. И знаете, когда он услышал это слово, говорит, пастор, здесь написано в образе приговора. Он сказал, что эти стихи написаны в образе приговора. Бог приговаривает наш грех. Обвиняемый в супах совершил грех. Он достоин получить строгое наказание. Он должен пойти в ад. Но, поскольку Иисус Христос очистил грехи обвиняемого, я приговариваю, что он невиновен. Он оправдан. Вот такой приговор. Я сказал президенту, господин президент, мы, люди, с детства грешим. И Господь Бог заранее показывает приговор наш для того, чтобы мы не находились в страхе перед смертью. Это приговор Божий. Это приговор Божий по поводу вас. Искуплением во Христе Иисусе. Кто? Тот, который согрешил. Поскольку его искупил Иисус по благодати Божией даром, хотя он ничего не сделал, без усилий его, ничего не заплатив. Бог говорит, что он получил оправдание. Что значит оправда? Значит, у него нет греха. Библия говорит нам, получая оправдание даром. Библия простыми словами говорит, что через смерть Иисуса Христа мы стали белее снега, и мы стали оправданными, мы стали святыми, и слово говорит, что мы стали совершенными. Но очень жалко, что сегодня, хотя многие люди ходят в церковь, ведь они много раз прочитали это слово. Послание к Кремле нам имеет важную роль, поэтому многие люди читают ее. Но когда читают это слово, сатана закрывает их глаза, чтобы они не могли принять слово Господа, который говорит, что наши грехи уже омыты. Если бы они прямо принимали слово, они бы сказали, ура, здесь написано, что я оправдан. Написано, что Иисус искупил меня. Ура! Так бы они радовались. Но многие люди читают это слово, они не могут радоваться. Очень жалко их. Почему же так происходит? Потому что сатана вложил в наши сердца эту мысль. Укрепил наше сердце, что мы грешники. Когда мы слышим это слово, мы можем радоваться. Говоря, ничего себе, мои грехи омыты. Я освободился от греха. Бог говорит, что я оправдан. Я иду в рай. Ведь так он должен радоваться. Но сатана закрыл наши глаза. Укрепил наши мысли в неправильной стороне. Господин президент Джона Томмирс, слушая слово, он очень радовался. Он говорит, Бог оправдывает меня. Так он сказал. И сказал, я теперь омыт. Я свят. Я оправдан. И он очень радовался. После этого он сказал, пастор, я немного устал. Я сказал, конечно, отдыхайте. Позвали первой леди. Пригласили врача, и они отвезли его в внутреннюю комнату. Потом первая леди вышла из комнаты. И она последовала со мною. И сказала, пастор, резиденция президента. Раньше была рынком, где африканцев продавали в рабство за границу. Многих африканцев ловили и продавали в рабство США. Поэтому мы поменяли это в резиденцию президента. И первая леди отвезла нас до места проведения мероприятия и вернулась. И спустя четыре часа первая леди позвонила нам. Мы взяли телефон. А телефон взял пастор Гаммэй. Она сказала, господин президент, чтобы приобрести вечный покой у Бога. Он только что возвратился к Иисусу. И она объяснила нам об этом и положила трубку. Я был благодарен. После тех дней я говорил о прощении грехов. Используя историю президента Ганны, тогда многие люди легко понимали слово. Господин президент перед смертью по милости Бога получил спасение. И через его историю многие люди также уверовали в Бога. Нас искушает дьявол. И дьявол начинает ввести только нас в одну сторону. И поэтому часто мы говорим, что «О, я грешник». Но ведь в Библии во многих местах написано, что наши грехи омыты. Их сотни, тысячи. Иисус точно умер за нас. И мы даже поем «Кровь Иисуса, я омыт». Мы поем «О дивный день, о дивный час, когда Господь меня искупил». Но все равно продолжаем думать, что нам надо стараться, чтобы очистить наш грех. Давайте посмотрим одно слово. Кремлянам 3 глава, 20 стих. Давайте начнем с 19 стиха. Кремлянам 3 глава, 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». В Библии есть человек, который находится под законом, и человек, который находится над законом. Тот, который под законом, это тот, который нарушил закон. А тот, который над законом, это тот, который не нарушает закон. Тогда кому же говорит закон? Говорит к состоящим под законом Когда говорится «непрелюбодействуй» Человек, который непрелюбодействовал Он находится над законом Поэтому закон непрелюбодейству не действует на него Но закон, который говорит «непрелюбодействуй» На кого может воздействовать? На того, кто прелюбодействовал. Слово, которое говорит «не обманывай». На кого оно имеет влияние? Тот, который не обманывает, на него не воздействует, это закон. Он действует только на того, кто обманывал. Ты не обманывай. Это значит, ты уже обманывал. Когда я обманывал? Вот какая будет реакция. Если говорить «не обманывай», значит, он уже обманывал. Человеку, который согрешил, какой бы он добро ни сделал, оно не может очистить Деву грех. Как бы хорошо не исполняли закон, мы не можем очистить наш грех, исполняя закон. Поэтому, что нам говорит Господь? Поскольку мы уже нарушили закон, не прелюбодействуй. Это значит, что мы уже прелюбодействовали. Если бы никто не прелюбодействовал, не нужен закон «не прелюбодействуй». Закон, который говорит «не воруй», нужен, когда люди воруют. Если никто не ворует, тогда не нужен этот закон. И закон действует на тех, которые уже совершили преступление. Как бы ни говорили «не воруй», человек, который не ворует, он свободен от этого закона. Как бы ни говорили «не прелюбодействуй», человек, который не прелюбодействует, он свободен от закона. А тот, который их сворвал, как бы он ни старался не воровать, уже он своровал, поэтому он под законом. Двадцатый стих. Потому что делами закона не оправдается предним никакая полоти, ибо законом познается грех. Человек, который нарушил закон, как бы он даже не исполнял закон, поскольку он уже один раз нарушил, он не сможет получить оправдание. «Не прелюбодействуй» или «не воруй» говорится уже тем, которые уже совершили это, поэтому исполнение закона не может помочь им. Цель, по которой Бог дал нам закон, было, чтобы мы познали грех. Исполняя закон, грех не очищается. И грех не становится легче, исполняя закон. Или Бог там не имел, если мы исполняем закон. Что бы мы познали, что мы согрешили, для этого нужен был закон. Если законом мы познали свой грех, то мы поймем, что что бы мы ни сделали, мы не можем очистить свой грех. Кто-то должен умереть за наш грех. И кто же должен умереть? Тот, который не согрешил, должен умереть. Потому что тот, который согрешил, он должен очистить сначала свой грех. За свой грех мы должны были погибнуть. Кто должен умереть за наш грех? Тот, который не согрешил, может умереть за нас. А тот, который не согрешил, только один такой, это Иисус. И Иисус может умереть за нас. Мы все согрешили. Поэтому мы должны были погибнуть. Нашей силой невозможно было очистить грех. И Иисус, который умер на кресте, может очистить нас. Иисус умер на кресте за нас. Для чего? Поскольку Иисус не согрешил. Если бы Иисус согрешил, Он не может умереть за нас. Он должен был умереть бы из-за свой грех. Иисус не может умереть за других. Но поскольку Иисус, который не согрешил, умер за нас. Он завершил наше наказание. Поэтому говорит, что мы оправданы. 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует в законе пророки. Тот, который законом может оправдаться. Возможно, когда мы исполним все заповеди. Но поскольку мы нарушили закон, мы не можем оправдаться законом. И является правда Божьего, независимо от закона. Правда, которая говорит, что Иисус Христос умер на кресте за нас. Как это удивительно. Я не могу описать словами эту удивительность. Мы благодарны за это Господу. через то, что Иисус умер на кресте. Наши грехи были омыты. Он заплатил всю цену за наш грех. Мы получили все наказание. Поэтому мы стали праведными. Мы стали святыми. Но сатана искушает людей. И хотя люди знают, что в 23-м стихе написано, что мы грешники, однако многие люди не знают 24-й стих. Но ведь для грешника важен 24-й стих, а не 23-й. Грешник, который был в 23-м стихе, поверим в Иисуса, Иисус говорит, что мы стали белее снега. Я стою перед многими людьми. И когда передаю это слово, я всегда счастлив. Почему? Потому что когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя весь наш грех. Когда Иисус умирал на кресте, если бы Он не смог очистить наш грех, мы были бы несчастными. Однако это не так. Он сделал нас чистыми. Бог увидел и сказал, что мы оправданы. Сам Бог сказал, что мы омыты, что мы освятились. Так приговорил Бог. Как? Смотря на крест. Бог не может грешника назвать просто так праведником, потому что тогда Он станет лже-судьёю. Поскольку мы были грешниками, но кровь Иисуса очистила нас. Он говорит, что мы оправданы. И мы верим в эту истину. И мы получили свободу от греха. И стали едиными с Богом. Я славлю Бога. Иисус умирает на кресте за меня. Не нужно верить в Иисуса, который не смог очистить вас. Я верю в Иисуса, который очистил нас белее снега. Иисус, спасибо тебе! Спасибо вам!